В каждой студии, помимо ведущего из Комсомольской правды, присутствует, конечно же, сотрудник Роспотребнадзора, руководители управлений Роспотребнадзора по территориям, откуда мы ведем прямое включение, и, безусловно, они будут присутствовать с нами на диктанте. Екатеринбургу, большое спасибо. Отправляемся в Казань, Республика Татарстан. Татарстан, слышите нас? Да, замечательно слышим. День добрый. Меня зовут Тимур Бадрединов. Я региональный управляющий Комсомольской правды Республики Татарстан. Сегодня с нами руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Потяшина Марина Александровна. Ну а площадка, на которой мы находимся, это лицей 146, ресурс. И знакомьтесь, заместитель директора лицея Борисова Светлана Сергеевна. Всем доброе утро. За окном в Казани прекрасная солнечная погода. А в нашем лицей 146, ресурс, сегодня 20 учеников десяток необычного класса пишут диктант здоровья. Дело все в том, что совсем недавно мы вошли в проект Роскосмоса по созданию космического класса, который способствует развитию инженерной мысли. И сегодня они как раз вместе с нами пишут данный диктант. Хотела бы еще отметить, что 9 сентября наш лицей отметил десятилетие первого в России школьного ресторана, направленного на культивирование здорового образа жизни и центра социализации. А мы готовы к работе. Слушайте, ваши слова меня вдохновляют, меня греют. Я понимаю, что наше знание мы понесем в космос, а на планете Земля мы все это реализовываем, да, то есть в полной мере. Очень символично, потому что действительно космическое здоровье всем тем, кто будет заниматься космосом, просто необходимо. А Татарстан, спасибо большое. Через несколько минут начнем. Кто является источником заражения кишечной инфекцией? Насекомые? Домашние животные? Человек? Субтитры создавал DimaTorzok Какую воду можно пить в путешествии? Любую, какую удастся найти. Из индивидуальной бутылки или кипяченой. Из индивидуальной бутылки и из источников, где нет таблички «Купание запрещено». Субтитры создавал DimaTorzok Татарстан, Казань и там с нами... Марина Потяшина, руководитель управления Роспотребнадзора по республике Татарстан. Марина Александровна, слышите ли вы нас? Да, слышу хорошо. Готова к вопросам. Ну что ж, давайте поговорим с вашей точки зрения... Давайте, знаете, о чем поговорим? Какие-то конкретные практические вопросы хочется вам задать. Вот, например, гаджеты. Мы не выпускаем их из рук в прямом и переносном смысле. Как нужно... Действительно ли гаджет это такое место, где скапливаются бактерии? И как вообще нужно гаджеты обрабатывать? Алло? Ой, меня слышно, да? Да, вас слышно, пожалуйста. Да. Гаджеты обрабатываем. Значит, обязательно после работы с гаджетами мы обрабатываем их, протираем салфетками с антисептическим средством. Это касается и телефонов, и планшетов. И обязательно после работы с гаджетами необходимо мыть руки с мылом. Хорошо. А как насчет экранного времени? По поводу экранного времени. Экранное время. Нет, сейчас представить жизнь без гаджетов крайне сложно. И действительно сейчас появился термин цифровая гигиена, который включает в себя не только обработку гаджетов, о том, о чем вы спросили, но и работа с электронными средствами связи и перевода информации. Так вот, сейчас мы используем гаджеты, телефоны, компьютеры для учебы, для досуга и используем их при работе. И, конечно же, это увеличивает существенную нагрузку на глаза. Поэтому, конечно же, в термин цифровая гигиена входят такие рекомендации. Во-первых, это обязательно делать гимнастику для глаз. И, во-вторых, нужно оборудовать рабочее место с хорошим освещением. Если вы являетесь правшой, то свет должен падать слева, а если левшой, то справа, соответственно. Но и лучший совет, это, конечно же, ограничить экранное время. Вот то, о чем вы спросили. И экранное время – это общее время работы с компьютером, с гаджетом и просмотром телевизоров. И вот это время, согласитесь, что оно тоже используется далеко не для работы. Но мы отдыхаем. Социальные сети, сериалы, мессенджеры – все это, конечно, время проходит незаметно для нас. Мы заходим в одно приложение и можем зависнуть на несколько часов. И поэтому здесь самый главный совет, наверное, я скажу для школьников 13-16 лет, учитывая вот наш контингент сегодня на мероприятии, это, если это детки этого возраста, то мы ограничиваем работу на компьютере в школе до 60 минут. А если это они дома работают на компьютере и смотрят телевизор, то это должно время быть не более 120 минут. Так, спасибо большое, спасибо Марине Потяшиной, мы говорим, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. А прямо сейчас мы в Амурскую область отправляемся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте начнем с того, что вы сегодня приняли участие в очень имиджевом мероприятии. Мы с вами говорим, совсем недавно были вы внешними экспертами по просьбе Татьяны Петровны Ларемовой на крупном России республиканском событии, вы были внешними экспертом. Он говорил о том, в какой униссии вынесли там. Здесь тоже имиджевые моменты, которые действительно вам помогут ощутить вот ту миссию, которую вы выполнили сегодня. Вы представляли Казань, вы представляли Республику Татарстан на всероссийском мероприятии, всероссийском событии. Чувствуется, что вы отнеслись ответственно, что вы переживали, волновались, ждали вообще вопросов, как на ЕГЭ, по физике, да, первые законченные динамики и так далее. Но здесь было все попроще. Почему это было просто для вас? Потому что 10 лет для Салихни, вся ее команда и ваша учителя, говорим о чем. Есть правильную еду, соблюдать гигиену, делать все необходимое для того, чтобы быть здоровым, заниматься спортом. Мы этим занимаемся с вами очень много лет, фактически с первого класса. Поэтому все, что касалось еды, все, что касалось воды, для вас это вообще, по-моему, было очень легко и просто. Так ведь? Согласны? Да. Вот разговор о праве питания, занятие у тебя, вы их знаете, так? Да. Это правильно. Вам огромное спасибо. Я хочу, чтобы вы ответы на эти вопросы всегда использовали в своей повседневной жизни. Не так, а как, да? А может так, а может так? Нет. Вы знаете, что ваше здоровье – это в ваших руках. И здоровье, оно во многом зависит от образа жизни, которым вы занимаетесь. И вот мы, чуть старшее поколение от вас, сейчас точно понимаем, что полезна физическая активность, что полезна гимнастика. Всегда выбирайте досуг свой, тот, который полезен для вашего здоровья. Это не просидеть в телефонах, все, оставшееся время до конца дня, а пройти прогуляться, взять родителей с собой. Если это зима, активный образ жизни, лыжи, коньки, обязательно освоить те виды спорта, я не знаю, то, чего вы не умеете. Вот это важно. И здоровое питание. Завтракать обязательно нужно хорошо, в школе кушать надо обязательно. Есть старая поговорка какая? Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. И вот если вы будете, девочки, придерживаться этого, вы будете стройны, как кипарис всю оставшуюся жизнь. Казань, космический класс. Республика Татарстан, Казань, космический класс. Ребят, как у вас все прошло, пожалуйста. Казань, вы нас слышите? День добрый, день добрый. И снова на связи Казань. Для нас это на самом деле большой опыт получился. И не только, может быть, просветительский, но такой и патриотический. Потому что ребята посмотрели на таких же ребят, как они. В Иркутске, в Калининграде, в Анапе. Ну и это очень приятно, это очень единит, вот так вот страну между собой. А давайте сейчас узнаем, Светлана Сергеевна, что думают сами участники. Так, ученики 10-го космического класса готовы ответить на пару вопросов. Андрей, поделись, пожалуйста, впечатлениями об акции «Диктант здоровья». Здравствуйте. На самом деле акция очень интересная. Я узнал очень много нового, как вообще правильно следить за своим организмом, следить за своим здоровьем. И на самом деле это очень важная тема, очень вечная тема, которая будет преследовать нас всю нашу жизнь. Злата, расскажи, пожалуйста, о вопросах. Сложными или простыми они тебе показались? И, может быть, был вопрос, который бы тебе показался особенно интересным? Все вопросы были достаточно легкими, не было никаких затруднений, кроме сахара и соли, как многие упоминали, так как мы не особо часто об этом говорим и вообще упоминаются. Но, да, вопросы были интересные и несложными. Коллеги? Да, спасибо огромное, спасибо. Я, вы знаете, со своей стороны думаю, что, видимо, нужно, пришло время. Мне-то кажется, что мы рассказываем нон-стоп, в том числе и о соли и сахаре. Но я понимаю, что нужно просто сделать отдельную, видимо, рубрику, да, и отдельный раздел под названием, ну, под каким-то тематическим названием. И, соответственно, это просто доносить как отдельную тему. Раз это единственное, что волнует детей, вот во всем нашем диктанте, то, соответственно... Сказание потрясающее. Это, обратите внимание... Главный вывод, наверное, главный результат сегодня, это то, что это начало их волновать, не просто волновать, а интересовать. Они будут искать ответы, и самое главное, чтобы они нашли эти ответы в источниках заслуживающих доверия. Катерина, напомните нам, пожалуйста, о том, что это за источники, которые уже есть, уже созданы. Вся информация там присутствует в очень удобном для усваивания виде. А вы знаете, это два источника. Это сайт sunsheet.rus, где есть отдельный раздел «Санпросвет», где представлена вся информация по ключевым темам проекта, о которых мы сегодня говорили. И это сайт здоровоепитание.рф.